Глава четвертая. Кризисы и оздоровительный процесс. Одни болезни тихонечко, незаметно подкрадываются в организм и постепенно и из-под валь завоевывают его. Другие нахрапом врываются и сразу же ведут себя как хозяева. Выкинуть вон этих гостей не так просто. Почуяв гонения, они присмиревают, прячутся, делают вид, что сдались. Но на самом деле лишь ждут послабления, чтобы с удвоенной силой разрушить наш организм. Только решительные и планомерные действия заставляют их покидать тело. Но прежде чем уйти, они дают последний бой. И только тот, кто выдержит его, изгоняет вражину болезнь навсегда. Это мои поучения. Эта тема является белым пятном на карте оздоровительного процесса. Небольшое упоминание об очистительных и оздоровительных кризисах иногда встречается в популярной оздоровительной литературе. Но когда человек на практике встречается с этим явлением, когда вдруг ни с того ни с чего его здоровье резко ухудшается, поднимается температура, обильно течет из носа и так далее, у него возникают разные мысли. Чаще всего бывают такие, ну вот, доздоравливался. Было вполне сносно, а теперь совсем плохо. Обращается за помощью к врачам, которые ругают его из системы оздоровления, а затем лечат своими опробированными средствами. Пройдя такой оздоровительный опыт, большинство прекращает всякие попытки самооздоровления. В связи с тем, что мы с вами приступаем к рассмотрению сильнейших оздоровительных средств, вызывающих сильные и резкие изменения в организме, появление различных кризисов, как результат таких воздействий – неизбежная вещь. Но пройдя такой кризис, вы выходите на новый уровень оздоровления, и все окупается старицей. Чтобы грамотно бороться с этим явлением, надо знать причины и физиологию кризисов. Грамотное применение процедур, варьирование, нагрузки, а главное – предварительное очищение организма помогут вам, если не избежать их, то значительно уменьшить их силу. Все кризисы можно классифицировать по трем большим группам – очистительные, оздоровительные и энергетические. Рассмотрим их по порядку со всеми особенностями. Очистительные кризисы. Ни для кого не представляет секрета, что мы живем в отравленном мире. Колоссально загрязнен воздух. Так, около 60 тонн пыли ежемесячно обрушивается на каждую квадратную милю. Миля равна примерно 1609 метрам. В Нью-Йорке пьем и готовим на хлорированной воде. Земля отравлена минеральными удобрениями, овощи – пестицидами. Пищевые продукты рафинированы, снабжены всевозможными добавками и больше напоминают химический, нежели естественный продукт. В итоге в каждой клеточке нашего организма накапливается множество вредных для нее веществ. Выделительные системы организма работают на пределе. Добавьте сюда малоподвижный образ жизни, и вы поймете, какое болото превращается в человеческий организм. Когда человек начинает активно двигаться, дышать, голодать, закаливаться, все шлаки, рассованные по укромным уголкам организма, приходят в движение. Они лавинообразно начинают поступать в кровь, меняя ее физиологические константы. Лишь одно это вызывает приступы недомогания, вялости, общей болезненности и даже подъем температуры. Органы выделения не успевают выводить шлаки и яды из кровяного русла. Включаются все органы выделения – почки, носоглотка, желудочно-кишечный тракт, кожа. В итоге моча идет мутная, грязная, появляется боль в почках и мочевом пузыре. Стул становится жидким, живот болит, обильно текут сопли, как от гриппа. Кожа может покрываться сыпью, угрями, а то и фурункулами. Это весьма неприятно, а в некоторых случаях даже опасно для жизни. Именно по этой причине все мощно действующие оздоровительные средства должны применяться вначале с небольшой дозировкой и желательно после очистительных процедур, особенно после чистки печени. Как правило, после выхода порции шлака состояние здоровья резко улучшается. Чувствуется прилив сил. Вот как Поль Брех описывает очистительный кризис у самого себя. Однажды, когда я голодал в течение 21 дня, то на 19 день почувствовал сильные боли в мочевом пузыре, особенно неприятные при мочеиспускании. Я отправил мочу на анализ и оказалось, что она перенасыщена DDT, это такой яд, и другими токсинами. Когда эти яды вышли из меня, я ощутил огромный прилив сил. Белки моих глаз стали белоснежными, а кожа приобрела приятный цвет. Рвота и токсикозы у беременных женщин указывают на процесс очищения. Ведь согласно законам природы, новая жизнь полноценно может развиваться только в чистом организме. У женщин с чистым организмом никаких неприятностей во время беременности нет. Но так как сейчас поголовно все население имеет грязь внутри себя, то вышеуказанные явления наблюдаются повсеместно и медиками приняты за норму. В заключении остается разобрать вопрос, в течение какого промежутка времени могут наблюдаться очистительные кризисы. Ввиду того, что удаление шлаков из организма происходит послойно и постепенно, сначала они вымываются из мест зарегания, скапливаются вокруг органов выделения и, наконец, выбрасываются вон. Процесс очищения сильно растянут во времени. Поэтому наберитесь терпения, особенно те, кто ранее использовали химические препараты и лекарства. Очистительные кризисы могут наблюдаться в течение первых трех и даже восьми лет выполнения оздоровительной программы. Проведение очистительных процедур, строгое питание, закаливание, бег и так далее, значительно сокращают эти сроки. Нерегулярность, беспорядочность проведения оздоровительных мероприятий, несоблюдение правил питания и тому подобное, наоборот, значительно удлиняют сроки, а в некоторых случаях вообще не дают достигнуть желаемого. Снова обратимся к поучительному опыту Поля Брега. Мой организм был столь закислен, потому что ребенком я переболел буквально всеми детскими болезнями. Свинкой, корью, коклюшем. Вы можете назвать любое детское заболевание и не ошибетесь. Я болел им. Все это время я принимал большое количество лекарств под названием коломель, содержащих ртуть. Восстановив здоровье в санатории доктора Августа Ролли, я приступил к своей программе регулярного голодания. Так продолжалось пять лет. Подчеркиваю, пять лет. Однажды я приступил к десятидневному голоданию, и тут случилось чудо. На седьмой день голодания я катался на каное по реке. Вдруг начались страшные боли в желудке. Подобного в моей жизни не было. С большим трудом я добрался до берега, освободил кишечник, а потом почувствовал, как наружу вышло примерно треть чашки ртути из коломеля, который я принимал в детстве. Этот случай резко изменил мое физическое состояние. С этого дня я наконец узнал, что такое прекрасное здоровье. Повторю, прекрасное здоровье. Мои жизненные силы значительно возросли в результате исследования программы питания, естественной живой пищей, голодания и использования всех сил природы, таких как свежий воздух, солнце, физические упражнения и купание. Я уверен, что за эти годы, годы, вникните годы, а не месяца, я удалил остатки многих лекарств, которыми лечили мои детские болезни. Выдержки, взятые из книги Поля Брега «Чудо голодания. Молодая гвардия. 1990 год». Оздоровительные кризисы. Оздоровительные кризисы имеют несколько другую природу, хотя сильно напоминают предыдущие очистительные. Начав выполнять программу оздоровления, вы будете постепенно улучшать состояние своего здоровья. С ростом внутренней энергетики в организме начинается выравнивание всех процессов. Ведь болезни, внедрившиеся в организм, производят нарушение обмена веществ, энергии, разлаживают внутреннюю согласованность вплоть до клеточного уровня. Возросшие силы организма будут налаживать ритм функционирования, удалять болезнетворные очаги. Поэтому вдруг, неожиданно, на фоне общего хорошего самочувствия будут происходить ухудшения в здоровье. Это есть не что иное, как проявление прежних заболеваний, но только наоборот. Выход их из организма. Человек может считать, что он давным-давно избавился от этих болезней, но на самом деле следы болезни остаются в организме. И только теперь они проявляются через обострение, чтобы исчезнуть навсегда. Вспомните иридодиагностику. На радужной оболочке глаз запечатлеваются все пережитые болезни. Некоторые болезни могут проходить сразу, а другие через 5-10 и более лет. Оздоровительный кризис обычно идет обратным путем, как шло заболевание только раз в 10 быстрее. Например, если была пневмония, то оздоровительный кризис может идти с температурой до 40 градусов Цельсия. Но теперь это не воспаление, а антивоспаление. В легких рассасывается склероз. Это может длиться от 1 до 8 суток. За это время от повышенной температуры ускоряются обменные процессы. Больше вырабатывается иммунных тел. Вообще повышенная температура указывает на активизацию защитных сил и успешное течение оздоровительного процесса. Если температуру сбить медикаментозно, то этим сорвется естественный процесс оздоровления. А в ряде случаев может наступить и смерть. Это хорошо знает доктор Бутейко. Повышенная температура до 40 градусов вполне допустима. А до 41 градуса уже будет опасным. Поэтому большую температуру гасят частыми обливаниями холодной водой до 5-15 и более раз в день. В результате этого все проходит естественно, без осложнений и окончательно. Вполне естественно, что у вас будет и головная боль, и боль во всех суставах и мышцах, особенно в местах переломов. Будут гореть ладони и стопы ног. Обильно течь пот, слезы, мокрота и сопли. Будет сильный упадок сил, ведь вся энергия тратится на выброс болезни. В зависимости от вида болезни будет проявляться и своя симптоматика оздоровительных кризисов. У астматиков вначале идет черная мокрота, затем желтая и наконец пенная, которая указывает на окончательный выход болезни и очищение легких. При болезнях желудочно-кишечного тракта и печени начинается рвота, которая может продолжаться до 6 часов. Рвотные массы также могут иметь вид черных лохмотьев. Учащается мочеиспускание. Моча становится кирпично-красная, зеленоватая, с неприятным запахом. Слюна выделяется тягучая, с неприятным запахом. Учащается стул, начинается понос. И опять-таки могут выходить черные, как деготь, испражнения. Отход черноты указывает на отторжение организмом болезнетворного начала. Может быть отхаркивание мокротой с кровью или кровь пойдет из носа. Такие явления могут наблюдаться сутки, двое-трое неделю. Все это оздоровительный кризис. Все это бурный выход болезни. Это надо знать, приветствовать и терпеть. У легко больных людей такого сильного проявления вообще может и не быть. У средне-тяжелых все реакции сглажены. Поздно бит, поболит голова, мышцы, прослабит. Моча вдруг помутнеет и все. Но чем тяжелее была болезнь, тем ярче будут все реакции оздоровления. Ни в коем случае не бросайте на полпути. Доведите дело до конца. Ликвидируйте болезнь. Пройдя через эти кризисы, вы убедитесь в том, что естественно оздоровление – самая лучшая вещь. Вы будете творцом своего здоровья, поверите в свои силы и свой разум. Другие же средства, как бы хороши они ни были, делают вас пассивным соучастником вашего оболванивания. Ваши личные усилия, затраченные на борьбу с болезнью, обогатят вас опытом, закалят духовно. О лечении химическими препаратами, экстрасенсом и другие подобные сеансы сделают вас зависимыми людьми. Безвольными и пустыми. Энергетические кризисы. К энергетическим кризисам можно отнести ряд специфических явлений, возникающих в организме при достижении определенного уровня тренированности. К этим явлениям в первую очередь можно отнести вспышки, как от удара электрического тока, и спонтанные, то есть самопроизвольные движения в виде малых, одиночных поддергиваний, различных по силе и больших, сложных, в результате которых человек может судорожно биться, бегать, прыгать, плакать, смеяться, дико прыгать и так далее. Причина этого явления довольно-таки проста. В результате регулярных занятий сильно возрастает циркулирующая по каналам энергия. В тех областях организма, где имеется очаг болезни, каналы, как правило, непроходимы или труднопроходимы. Возросшая приливная волна энергии ударяет вместо такой закупорки, то есть болезнетворный очаг, что и приводит к появлению спонтанных движений, поддергиваний, конвульсий, прыжков, смеха и так далее. В результате этого каналы становятся проходимыми, что происходит не за один раз, и болезнь изгоняется. Когда такой пробой каналов происходит в области головы, часто во время голодания, дыхания и так далее, то в этот момент человек ощущает вспышку внутри головы, словно разряд молнии. Когда энергетические каналы забиты в местах ниже пояса, о чем говорят артриты, а не менее нижних конечностей и так далее, удар энергии в пробке проявляется как желание ходить на пятках или на носках, бегать, прыгать. Если забиты верхние каналы шеи, туловище, то человек крутит головой, делает наклоны, вращает плечами и производит ряд других движений. Некоторые люди плачут. Это результат того, что в печени имеется застой, закупорка канала печени. Такое наблюдается у больных гепатитом после припадка гнева, который вызвал энергетическую разрегулировку функции печени. В моменты прохождения энергии через эту закупорку непроизвольно возникает приступ плача. Другим людям хочется смеяться. Радость и смех – проявление сердечных чувств, которые указывают на то, что различные виды энергии, например, питательность, защитность и так далее, наконец-то начали свободно циркулировать и взаимно отрегулированы. Это внешний знак рассасывания закупорки, ухода болезни и наступления долгожданного здоровья. Ранее рассказывалось о теле мысли, голограмме хронального поля организма, на которую в первую очередь сильнейшим образом влияют отрицательные психологические настрои и сильные эмоции. В древнем китайском трактате «Простые вопросы» по этому поводу говорится следующее. Гнев – энергия поднимается, радость – энергия замедляется, тоска – энергия уничтожается, испух – энергия опускается, страх – энергия путается, размышления – энергия концентрируется. Выражаясь другими словами, чрезмерные эмоции изменяют регулярность подъема и опускания энергии, искажают голограмму организма, что разлаживает работу внутренних органов. Появление подобных явлений типа плача, смеха указывает на то, что началось оздоровление энергетического тела и тела мыслей. Некоторым людям хочется смотреть на Луну, а другим на Солнце или Огонь. Когда в организме наблюдается недостаток инской, созидающей энергии, ведущей к накоплению резервов, человек инстинктивно смотрит на Луну. Когда наблюдается недостаток янской, активной энергии, дающей тепло и активность всем процессам в организме, человек любит смотреть на Солнце или Огонь. Это не что иное, как интуитивная самоподпитка, которая лишний раз подтверждает связь человека с природой. Древние мудрецы очень давно подметили способность человека получать энергию через глаза, а также и излучать ее. Современные исследования лишь подтвердили этот факт. Энергетических кризисов, как и очистительных и оздоровительных, не следует бояться. Наоборот, приветствуйте их. Это вехи вашего собственного самооздоровления. Но чтобы избежать травмы, контролируйте спонтанные движения, когда они чересчур сильны. Насильно их не прерывайте и искусственно не вызывайте. Кстати, еще бывают нравственные и духовные кризисы. Из содержания этой главы вытекает третий закон оздоровления. При появлении очистительных, оздоровительных и энергетических кризисов не паниковать, а стойко преодолевать их. У каждого человека они будут протекать строго и индивидуально. В зависимости от конституции, возраста, тяжести заболеваний и ряда других причин. Преодолев их, вы выйдете на совершенно новые, небывалые рубежи здоровья и творчества.